Месячник по благоустройству в Кузнецке начался общегородским субботником 27 марта. Им же он и завершится 25 апреля. Основная цель – привести город в порядок после зимы. И чтобы в преддверии 65-летия победы Кузнецк выглядел ухоженным. Согласно постановлению главы администрации, в месячнике задействованы абсолютно все городские предприятия и службы всех форм собственности. Особые задачи поставлены перед муниципальным предприятием «Горкомхоз», который начнет их выполнять с косметического ремонта дорожного покрытия. В течение ближайшей недели, полутора недель, мы, я думаю, ситуацию на дорогах поправим. Да, может быть, на сегодня это будут временные меры. Будет использоваться материал, так называемая отработка, которая уже отслужила свой срок. Но, тем не менее, как временная мера по заделыванию этих ям, выбоин, она довольно эффективна. В том числе, с применением кирпича. Основательный ремонт некоторых центральных улиц будет производиться позже, когда покрытие дорог полностью подсохнет. На сегодня сформирован весь перчень мероприятий. Для каждого отдельного учреждения и предприятия определены ответственные лица. Координирующая роль в этой деятельности отведена отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Кузнецка. Большие нагрузки в этот период времени ложатся на плечи работников всех городских ЖЭО. Хотя сами они так не считают. Валентина Михайловна, дворник ЖЭО номер 6, говорит, что круглый год благоустраивает отведенный ей участок. Это часть района завода «Полимермаш». Все, и лед добим, и лед, и снег собираем. Потом вот весна, снега в этом году очень много, собрали его. Надо раскидать, чтобы он быстрее растаял. Лед поколоть, чтобы тоже быстрее растаял. Все, и дорожки надо сделать людям тоже, чтобы сухо было. Жители некоторых многоэтажек выходят на помощь коммунальщикам и приводят в порядок собственные дворы вместе с дворниками. Есть особенно запущенные участки, на уборку которых месячника по благоустройству вряд ли хватит. Ужасно выглядит двор двух пятиэтажек, расположенных по улице Гагарина. Самый грязный мой участок – это молодежное общежитие. Ой, вот знаете, там сколько грязи. Это невозможно, сколько грязи. Это невыносимо. Подобные дворы станут объектом внимания городского штаба по благоустройству, который со следующей недели возобновит выездные рейды. В ближайшее время, я думаю, на следующей неделе, как у нас было это заведено во вторник, штаб по благоустройству будет объезжать город, в том числе контролировать ход месячника по благоустройству, выявлять несанкционированные свалки, ну и, собственно, все вопросы связаны с благоустройством. Пока за полторы недели городского месячника никаких вопросов по благоустройству не возникало у руководителей учреждений образования. Территории городских школ и детских садов одни из первых приводятся в порядок. Руками педагогов, школьников и воспитателей. И выглядят аккуратным и ухоженным. Мы всегда предъявляем большие требования. Все-таки у нас детский сад, дети, родители, центр города. Ну и в настоящее время мы работаем над тем, чтобы уменьшить количество снега. В этом году очень много снега выпало. Очищаем территорию, разбрасываем снег. Ну и в будущем собираемся озеленить, украсить нашу территорию. С такой же ответственностью и оперативностью к вопросам благоустройства необходимо подходить всем горожанам и руководителям предприятий и учреждений. И городская власть призывает к этому. Хотелось бы, чтобы и остальные жители города приняли такое же активное участие в мероприятиях по благоустройству. Город Кузнецк на сегодня это наш с вами общий дом. И давайте сделаем его чистым и приятным для проживания в нем.